Добрый день, уважаемые зрители и читатели портала «Научная Россия» и журнала «В мире науки». Сегодня мы говорим с членом-корреспондентом Российской Академии наук, заместителем по науке Центра имени Гамалеи Денисом Юрьевичем Лугуновым. Денис Юрьевич, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Денис Юрьевич, с момента регистрации спутника ВИ, у истоков, которые вы стояли, прошло чуть больше года. С момента того, как началась массовая вакцинация, прошло чуть меньше года. То есть у нас есть определенные временные рамки в этот год. Тогда, когда создавалась вакцина под вашим руководством, прошел достаточно крупный этап. И вы скажите, узнали ли мы что-то новое о вакцине, о вакцине спутника, ее влиянии на организм и так далее? Вот с того момента, когда она была зарегистрирована, после того, как пошел поток. К счастью, ничего нового в отношении влияния на организм в плане безопасности вакцины мы не узнали. И это очень здорово. В общем-то, аденовирусные вектора. Наверное, уже становлюсь скучным, но я повторяю, что, во-первых, аденовирусы – это те препараты, где есть две вакцины на основе аденовируса, которыми вакцинировали армию США. И это сотни и сотни тысяч людей, провакцинированных аденовирусом. Аденовирусы – это 300 протоколов клинических исследований, даже больше, там почти 400. И это огромная, в общем-то, история применения. И весь профиль безопасности, в общем-то, не просто понятен, но очень хорошо изучен для аденовирусных векторов. И для живых вакцинных препаратов, вот о которых я вначале говорил, и для уже инактивированных, ну, не инактивированных, а искусственно сделанных таким образом векторов, которые не способны размножаться в клетках человека, а используются только как транспортное средство. То есть безопасность была хорошо изучена, не просто хорошо изучена, а очень тщательно, больше того. И наш препарат, вакцина «Спутник Ви», тоже не попал в практику. И в клинические исследования без токсикологии – это обязательное требование регулятора. Поэтому и данная вакцина также прошла все необходимые токсикологические исследования. Ничего нового мы не увидели ни в доклинических исследованиях, слава богу, ничего нового не увидели ни в клинических исследованиях. Вакцина хорошо переносится. Больше того, все побочные эффекты, которые мы наблюдаем, они понятны, классифицируются в основном как побочные, нежелательные явления легкие. И в основном это боль в месте ведения, повышение температуры. И все это, в общем-то, побочные явления, которые развиваются в первые 1-2 дня и элиминируются в течение первой недели. Поэтому в этой части мы практически ничего нового не увидели. Единственное, что очень важно, что мы получили массу зарубежной такой экспертной информации, независимой экспертизы. Поскольку сейчас вакцина зарегистрирована уже в 71 стране мира и применена уже в виде доз, отдельных доз каждого компонента, а именно так считаются дозы в мире, больше ста миллионов доз. Поэтому, конечно, это огромная такая независимая экспертиза по безопасности. И здесь, конечно, вакцина показывает и в Аргентине, и в Сан-Марино, и в крупных европейских государствах, которые, так как в Венгрии, очень хороший профиль безопасности. Мы не ассоциированы с венозными тромбозами, всем известными, словутыми. У нас нету, как в случае с МРНК вакцины, такого количества и такой взаимосвязи с миокардитами, то есть вакцина не ассоциируется. Поэтому в этом смысле мы как раз получили очень хорошую экспертизу. Относительно эффективности. Здесь гораздо более, конечно, интересная история. И связана она в первую очередь с эволюцией вируса. И мы, вы знаете, публиковали статью в журнале «Вланцет» и по поводу первой и второй фазы, и по поводу третьей. И, в общем-то, весь анализ и как бы уортных данных, и данных гражданского оборота в момент доминирования штамма «Ухань» показывало, что вакцина обладает от 92 до даже 98 и 99. В Бахрейне было исследование, независимое на 184 тысячах человек, до даже 98-99% эффективности, я имею в виду, от симптоматического ковида, от ПЦР+. Потом такой, знаете, цветаский ландшафт из разных штаммов, включая «Ухань», к июню месяцу полностью у нас изменился на «Дельта», то есть других штаммов нет. И там иногда оценивают 98%, я не вижу 98%, я вижу 99,9% «Дельта» и его дериватов. Поэтому сейчас мы можем говорить только о доминировании только одного штамма и его потомков. И вот в отношении этого штамма эффективность у нас не упала критически. Еще раз хочу это подчеркнуть. Эффективность по когортным исследованиям, которые мы провозили в Москве, у нас составила 83%. Мы видим снижение, но мы видим, что это не драматическое снижение. Оно даже ниже, чем то, что наблюдают на МРНК вакцинах. Но так или иначе, в настоящий момент регуляторика всех стран мира в связи с эволюцией вируса, в связи с его изменчивостью пришла к одному, пришла к третьей вакцинации. То есть сейчас вы видите и в Израиле, и в Америке, и в Европе, и в России все регуляторы, все Министерства здравоохранения ввели, соответственно, правила густирования иммунного ответа. Еще раз хочу просто дополнительно подчеркнуть, зачем это делается. Дело в том, что можно, наверное, идти разными стратегиями, но мы пошли, сейчас весь мир пошел, стратегии уже хорошо известны, обкатаны на вирусе гриппа. Вы знаете, да, что в принципе вся человеческая популяция иммунно к вирусу гриппа. Ну, нету людей практически, кроме новорожденных, которые не сталкивались с вирусом и не имеют никакой памяти. Но при этом мы зачем-то вакцинируемся. Это очень простая история. Люди, кто занимаются РВИ, они очень хорошо, я понимаю, это чувствуют. Дело в том, что большинство острых респираторных вирусных инфекций, большинство вирусов их вызывающих, они значительно, очень сильно изменчивы. То есть эволюция этих вирусов, она вот по ковиду очень хорошо видна, по гриппу она еще виднее, грипп мутирует примерно в 30 раз даже быстрее, чем корид, чем SARS-CoV-2. Естественно, что вирус, изменяясь, достигает, в общем-то, одной своей задачи эволюционной. Мы теряем часть эффективного иммунитета, часть токлеточного, часть антител, которые распознавали исходный вирус, а потом, соответственно, вирус изменяется, изменяются его поверхностные антигенные детерминанты, и эти антитела становятся неэффективными. В итоге у вируса появляется окно возможностей. Дело в том, что если вирус размножается быстро, вот смотрите, например, у нас уже через 3 дня инкубационный период заканчивается в случае с ковидом, через 3-5, ну, в общем, в среднем, это и для гриппа, верно, сколько иммунной памяти мы можем привлечь к нашему, соответственно, к войне с патогеном? Ну, клетки примерно удваиваются раз в сутки. То есть мы прям практически незначимо можем увеличить свою память там раз примерно в 10-20. А теперь смотрите, когда у нас есть инфекции гораздо более медленные с длительным инкубационным периодом 14-21 дней, та же корь 14 дней. То есть если мы сделаем 2 в 14, то мы сможем увеличить объем нашей иммунной памяти там в 16 тысяч раз. То есть представьте, сколько войск, сколько иммуноцитов мы можем привлечь, то есть мобилизовать для иммунного ответа, для того, чтобы защитить организм. То есть вот изменчивость вирусов, вызывающих сезонные и разные острые респираторные заболевания, изменчивость вирусов в короткий инкубационный период это залог их существования как бы над иммунитетом. То есть иммунитет есть, но они могут работать на опережение. То же самое происходит с ковидом. То есть вирус изменился, даже у людей, кто переболел раньше или был ранее вакцинирован, происходит снижение иммунитета, у вируса появляется окно возможностей. В связи с этим единственным прямым путем, который отработан, который давно используется в медицине, который позволит добиться эффективного иммунитета, является ревакцинация. Простой, быстрый, эффективный путь мы поднимаем, мобилизуем наши войска, мы повышаем количество, знаете, создаем такую инфляцию иммунной памяти, среди которой будет огромная часть, в том числе, сохранивших свое действие клонов B-клеток и T-клеток. И за счет такой инфляции мы позволяем, соответственно, защищать население. И, в общем-то, это тот путь, я еще раз повторюсь, к которому пришли все основные регуляторы. И США, и Европа, Израиль, Россия и другие страны мира. Поэтому вот то, что мы выучили, естественно, вот это основные вещи, что вирус продолжает эволюционировать. Во-первых, а, вакцина безопасна, и никаких сюрпризов она не преподнесла нам, что, конечно, не может не радовать. Вирус преподнес массу сюрпризов, и, естественно, изменилась регуляторика, мы ввели третью вакцинацию, изменилось, в общем-то, понимание о том, как этот вирус существует. Но с этим можно бороться. Опять же таки, единственным действительным путем на сегодняшний день направлением, к которому нужно идти, это постоянный мониторинг, постоянный мониторинг тех штаммов, которые есть. Не просто мониторинг, но и проверка патогенности этих штаммов и защитной эффективности вакцины, в первую очередь, на модельных животных, естественно, я имею в виду. И дальше, опять же таки, это тот путь, который сейчас избрало все прогрессивное человечество, извините за штамп, это создание на опережение новых вакцинных вариантов, новых вакцинных штаммов, их испытания в экспериментах на животных или даже в ограниченных клинических исследованиях. И знаете, пока такое складирование в виде консервов. То есть, если вдруг случится, что какой-нибудь штамм Дельта, например, проэволюционирует дальше, и вакцинная эффективность упадет ниже положенной, там ниже, например, сильно 50%, то такие вакцинные штаммы можно расконсервировать и ввести, соответственно, в медицинскую практику. Вот в отношении спутника ВИ такие консервы создаются или они еще разрабатываются? Нет-нет, в отношении, конечно же, всех вакцин без исключения. Я не думаю, что тут нужно придумывать какие-то, но изобретать велосипед или нужно быть каким-то очень умным и рассудительным, чтобы до этого додуматься. Конечно, это делается в фоновом режиме. Конечно же, как только появляется информация в вариантах, вызывающих настороженность, настороженность в так называемых ВОКах, тут же заказывается синтез основного гена, кодирующего основной протективный антигенез, тут же платформа позволяет в короткие сроки быстро получать новые кандидатные вакцинные препараты. Они тут же испытываются, нарабатываются, испытываются на животных, поэтому и штамм Бета, и штамм Дельта и другие варианты в виде вакцинных консервов, извините за этот термин, у нас есть, конечно. Денис Ильич, что касается предрассудков, которые существуют относительно вакцины, один из самых популярных это то, что спутник был разработан в излишней спешке, скажем так. Но ведь в создании вообще аденовирусных препаратов вакцин предшествовала большая работа. Это и SARS, и MERS, это и Ebola. Вот расскажите немножко о предыстории работы Центра Гамалеева относительно этих вакцин. Я не случайно говорил, что и аденовирусные вакцины, и аденовирусные векторы это вообще-то мировой опыт. И этому мировому опыту больше 40 лет. То есть первое картирование геномов аденовирусов с целью создать на их основе именно вирусные вектора это конец 70-х годов. 76-й, 77-й и далее годы. Первые рекомбинантные вирусы, действительно рекомбинантные вирусы получены как раз для того, чтобы они могли использоваться в качестве векторов, это начало 80-х годов. Поэтому нет никакой спешки. Платформа как платформа разрабатывается 40 лет. Невозможно говорить о платформе, что она разрабатывалась в спешке. Теперь относительно подходов с точки зрения выбора антигена целевого. У нас, не знаю, можно сказать, слава богу, был SARS-1 в 2002 году, в 2003. И тогда уже были отработаны вакцины и подходы. Тогда был определён протективный антиген. Тогда были определены условно вредные антигены, которые могут вызывать потенциальные АДЕ-эффекты. И, в общем, уже прошло практически 20 лет с момента того, как стало понятно, какой антиген нужно использовать для того, чтобы защитить себя от коронавируса. Поэтому всей этой истории 20 лет, 40 лет. То есть, когда у нас есть на ходу готовая технологическая платформа, когда у нас в стране есть все возможности по быстрому синтезу, нам даже не надо выделять патоген. Мы благодаря тому, что в России есть свои возможности по синтезу ДНОВа генов, мы можем иметь просто буквенный код и синтезировать мгновенно тот ген, который нужен. Поэтому я не понимаю, да, разговоры о спешке, там, 40 лет развивается наука, и она дошла до определённого уровня, и, наверное, к неудовольствию многих в России тоже. То есть, сейчас мы можем заказать ген и за неделю-две создать на основе вакцинной платформы, создать новую кандидатную вакцину, которую потом, в любом случае, нужно исследовать в доклинике и клинике. Но сами технологические возможности, они сейчас таковы. Не знаю, почему это расстраивает людей. Видимо, по той же причине, ну, вот эти долгосрочные исследования могут отрицать и предрассудки относительно того, что не было ещё долгосрочных исследований относительно спутника. То есть, люди не ходили со спутником два года, три года и так далее. Смотрите, с аденовирусами пятого и двадцатого типа, живыми, которые способны размножаться, у которых не удалена область, ответственная за размножение, а в век удалена, не способна размножаться у этого человека. Аденовирусами, а у нас их больше пятидесяти сиротипов, мы болеем. И некоторыми из них не один раз в жизни. То есть, с аденовирусами, я говорил уже сегодня об американской армии, с живыми аденовирусами четвёртого и седьмого сиротипа провакцинированы несколько сотен тысяч людей. Больше того, после такой вакцинации отсмотрена связь вакцинированных именно аденовирусами на предмет соматических болезней в отдалённых периодах, через 20-30 лет после увольнения. Когда люди уже увольняются из армии, когда смотрят, болеют ли они чаще какой-то соматикой. Не установлены не просто никаких, есть публикация на эту тему. Специально люди озадачивались этим вопросом, мы смотрели, есть ли связь, большая частота раков, инфарктов, ещё чего-то. Я просто хотел ещё раз сказать, что если живые аденовирусы не способны вызывать никаких в отдалённых перспективах взаимосвязей с соматическими заболеваниями, такими как инфаркт, онкология и прочее, то те же самые аденовирусы, которые лишены способности размножаться, не умеют это делать тем более. Для этого есть, опять же, гигантская историческая база. При этом для аденовирусных векторов не просто какая-то накопленная длительная история, но это масса, масса просто информации, её нужно просто посмотреть в научных журналах, не создавать лишний раз на такие, в общем-то, наивные вопросы. Извините. Денис, вот относительно научных журналов совсем недавно прошли публикации о том, что The Lancet опубликовала информацию об испытаниях спутника Light, то есть очередное подтверждение нашей вакцины. Вот немножко подробнее про спутник Light, которым сейчас все советуют ревакцинироваться. Это первый компонент спутника V? Да, смотрите, про спутник Light, да, во-первых, да, во-вторых, это понимать одну вещь. Когда в 2019 году мы начинали всю эту вакцинальную историю, противоковидную, причём начинали вместе со всем миром, была большая ВОЗовская конференция, где обсуждалось, какой должна быть вакцина, мы довольно чётко для себя понимали, что должна быть Prime Boost иммунизация, мы сразу на неё заходили, потому что мы это, в общем-то, выучили этот урок на Мерси, мы понимали, что для того, чтобы индуцировать хороший, стойкий иммунитет, нужен Prime, нужен Boost, нужны два укола. И когда мы понимали, что мы заходим на стерильную популяцию, мы полностью выиграли этот принцип. Мы абсолютно его доказали, если вы поднимете все исторические протоколы, как они стартовали, весь мир заходил очень самонадеянно на один укол. И по остаточному принципу, когда мы говорили, там вот у них две тысячи, там тридцать тысяч человек, у них там в остатках протокола было по двадцать, по сорок человек на двукратное применение. То есть у них абсолютно не рассматривали даже как возможность использования двукратного применения. А сейчас все пришли уже даже к трехкратному, и Pfizer, и Moderna, после всего. Вот, поэтому, конечно, когда мы входили в историю первый раз, когда мы выходили на абсолютно стерильную популяцию, на наивную, нам нужно было индуцировать иммунитет абсолютно надежным образом, надежной, мощной двукратной иммунизации. Относительно спутника Light, мы же сейчас, смотрите, опять же штамп, нельзя войти в одну и ту же реку дважды, но в данном случае этот штамп, он, знаете, наиболее подходящий к ситуации. Да, за два года ситуация довольно сильно изменилась, и мы уже не просто наивная популяция, появилось большое, значимое число людей переболевших, людей вакцинированных, и дальше иммунная прослойка будет только нарастать. В этой ситуации и благодаря нашим исследованиям, и благодаря исследованиям, например, аргентинских наших коллег, мы довольно быстро поняли, что вакцинация переболевших и вакцинация ранее вакцинированных для этих целей можно использовать уже только один укол. То есть уже одной дозы спутника Ви первой хватает для того, чтобы вывести иммунный ответ на пик. Особенно, если мы берем, например, переболевших, у которых антитела упали, то есть пропали практически до нулевого значения. Одного укола достаточно, чтобы выгнать иммунный ответ на пиковые значения даже за две недели. То есть поскольку это идет по вторичному типу иммунный ответ, то развивается он довольно быстро. Поэтому получается такая ситуация, что тот вызов, который стоял перед нами в начале и с которым мы довольно успешно справлялись, и тот вызов, и та популяция, с которой мы имеем дело сейчас, они не одинаковые. Поэтому кроме спутника Ви, который остается и который нужно будет применять, и у нас еще есть часть иммунно-супрессорной популяции, которая даже, несмотря на то, что сталкивалась с вирусом, выздоравливала, пропадала, она плохо отвечает на вакцинацию, для нее нужно оставлять полный спутник. У нас появилась и существует значимая часть популяции, которая достаточно только одного введения, и эта популяция будет еще нарастать. Поэтому вот для этой части популяции соответственно и создается вакцина, и создана вакцина спутник Лайт. То есть она будет закрывать вот эти задачи. Естественно, спутник Лайт может использоваться и самостоятельно. В журнале Латсен мы показываем собственную эффективность этой вакцины, поэтому ее не отменяет никто. Но все-таки, на мой взгляд, не то, чтобы я не верю в самостоятельное применение, наоборот, у молодой популяции вы видели, что там почти 80% эффективность на молодых людях, и она ниже в пожилой части популяции. Но вот я просто думаю, что кроме молодых и пожилых, и там до 60 лет популяции, вакцина спутник Лайт будет подходить для всех категорий, но уже переболевших или ранее иммунизированных. Вот спутник остается ключевой основной вакциной в принципе во всех наших пунктах. А вот почему именно так? Почему именно спутник, но не эпивак, не повивак? И в чем их существенные отличия в области эффективности? Почему спутник остается основной? Дело в том, что если вы посмотрите на тренды развития вообще вакцинных платформ в мире, подходов по созданию вакцин, они все стали действительно платформенными. То есть что это означает? Не нужно больше выращивать патогенный вирус, не нужно использовать для этого огромные санитарные зоны, беспрецедентно создавать меры по защите персонала, достаточно вырастить соответственно безобидные донавирусы или запаковать безобидную РНК в липидную оболочку. И такие технологии очень легко транслировать. Если мы возьмем технологию вирусных векторов, вы можете ее транслировать и развернуть в любом месте, в Китае, в Индии, в России. И слава богу, в России нашлись компетенции. Это в первую очередь компания Генериум и компания Бенофарм и компания Биокат. Эти компании развернули на своих площадках производственных ту технологию, которая была разработана в центре Гамалея и вывели объемы производственные на миллионный доз соответственно в месяц. Поэтому, в общем-то, благодаря универсальности эта платформа очень легко вписывается в классические биотехнологические процессы. Вот если, например, компания имеет опыт производства моноклональных антител или любых рекомбинатных белков в эукариотических клетках, ее можно буквально в считанные недели за месяц переквалифицировать на производство векторных вакцин. То есть здесь не нужно никаких особых новых компетенций. С МРНК вакцинами там немного посложнее, там есть особенности с химическим синтезом, с липидным синтезом, с синтезом модифицированных нуклеотидов. Но также, если у людей есть опыт, эта технология легко транслируется. Не нужно создавать спец каких-то условий, каких-то кордонов, еще раз повторюсь, санитарных зон. Денис Юрьевич, в принципе, то, что нам принесла пандемия, потому что многие говорят, несмотря на то, что это время сложное и непростое, но все-таки оно много принесло науке. Вот мы получили какие-то новые знания в области вирусологии, в том числе, может быть, в области фундаментальных исследований и так далее. Естественно, что мы получили массу новых знаний. Естественно, это новый патоген, который никогда не существовал в человеческой популяции. Теперь он с нами навсегда. Я уверен, что он останется, сохранится, собственно, в человеческой популяции, никуда не денется и со временем превратится в такой, знаете, аналог сезонных коронавирусных возбудителей других, таких, которые давно уже известны, как HQ1, 069 и прочие, 229. это все коронавирусы, которые, то есть, нам дали иммунные прослойки, и я уверен, в ближайшие год-два мы перейдем в ту ситуацию, которую имеем с сезонными, другими сезонными коронавирусами. Но до наступления этой ситуации нам, естественно, нужно было выучить очень много вещей. Во-первых, на фундаментальном, на уровне фундаментальной науки был определен такой именно молекулярный патогенез вируса на уровне вообще проникновения в клетку, патогенез на уровне того, как формируются избыточные воспалительные реакции в организме, и здесь медики очень быстро подхватили у ученых флаг и разработали совершенно такие уникальные, ну, для, я скорость, с которой это было произведено, помните, когда невозможно было лечить коронавирус? То есть, что с ним делать? Больной попадает в реаниментацию, неизвестно, что с ним делать. И уже буквально там через несколько месяцев, 3-4, мы уже лечили цитокиновый шторм моноклональными антитивами, мы уже пришли к новым схемам терапии, адаптировали, пробовали. Было такое огромное количество критики, что нельзя все вот так делать с колес, что мы очень сильно рискуем, но на самом деле все-таки вот этот сдержанный механизм, с одной стороны, понимание фундаментальных процессов, облегчение регуляторных подходов, все-таки это дало такую возможность в возможность управления ситуацией, эта вакцина стала управляемой, эта, извините, инфекция стала управляемой, и с точки зрения вакцинации, профилактики, и с точки зрения того, что может быть назначено определенное лечение человеку, который попадает в больничный, он в стационар. Поэтому, ну, конечно, мы учили массу чего. Так быстро человечество еще не реагировало ни на одну, как мне кажется, пандемию, так слаженную, так, в общем-то, оперативную. Вот, да, научились многому, безусловно. И вот какие из этих знаний могут быть в перспективе наиболее востребованы? Могут ли из них вырасти новые разработки? В какую сторону это все подтолкнет науку? Да, безусловно. Все существующие векторные и МРН-ковые платформы, вы увидите, они просто сейчас станут, ну, как бы мейнстримом. Они уже мейнстрим. Там уже миллиарды, сотни, спутник сотни миллионов доз. Там Pfizer, там, наверное, уже под миллиарды, может, и более доз. Поэтому, конечно, это будет мейнстрим. Конечно, ближайшие все вакцинные разработки будут ориентироваться на эти платформенные решения. И, конечно, за ними будущее, безусловно. С точки зрения научных исследований, но все эти подходы по поиску, идентификации, понимании биологии, механизмов проникновения, подбора протективных антигенов, они, конечно, тоже абсолютно лягут в основу будущих исследований. Ну и медицинские подходы, которые, вот понимаете, весь опыт такого быстрого разворачивания и, в общем, вовлечения медицинского персонала в противоэпидемические мероприятия, он, конечно, беспрецедентный, он, безусловно, останется, никуда не денется. Те наработки, которые связаны с терапией воспалительного вот этого шторма, цистокинового, дистресс-синдрома, который возникает в грехах, он тоже никуда не денется. Это огромная наработка, которая просто в мирное время была бы невозможной. Сейчас эти наработки можно будет транслировать и на другие состояния, которые могут вызываться и при других вирусных инфекциях. Поэтому, конечно, это, ну, огромная наработка, огромная. Я даже не могу себе представить, за сколько лет можно было бы в мирное время получить такое, как бы, количество инструментов, такое количество знаний. А вот вы вообще сталкивались с какими-то вот настолько же острыми вызовами, как необходимость скорейшего создания вакцины от коронавируса? Ну, нет, конечно, нет. Конечно, не сталкивался. Были задачи, связанные с разработкой, и понятно, что эти разработки также требовали, ну, просто предельного напряжения. Но это все, понимаете, это все военные действия, которые шли где-то там в нашем случае. Это там ближневосточный респираторный синдром, это лихорадка Эбола. Да, коллектив трудился, коллектив ездил в экспедиции, коллектив проводил клинические исследования, и коллективу было, в общем-то, действительно нелегко, а очень тяжело, потому что это все нужно было делать тоже в сжатые сроки, потому что разворачивается эпидемия, ты не нужен там через полгода. Безусловно, коллектив трудился и тогда, и трудился сейчас, но сейчас просто коллектив трудился внутри, соответственно, разворачивающихся военных действий. Прямо вот непосредственно, когда вокруг семья, все под угрозой. То есть, вся эта, понимаете, эта обстановка, она безусловно, ну, я думаю, что на каждого, не только там на коллектив центра Гамалеи, на каждого накладывало совершенно такой особенный отпечаток. Когда-то там страшно вернуться домой, чтобы чего не принести там детям, супруге, родителям. То есть, конечно, в таких условиях никогда не работали. Конечно, это было такое, знаете, определенное, нет, это даже не просто нерв, это такой вызов настоящий был, который даже прибыли так не воспринимался. Приходилось, началось в лабораториях? Ой, я могу про это бесконечно рассказывать. Люди у меня засыпали, конечно, в ламинарах, это не нужно там сильно транслировать, но уставали настолько, что засыпали, да, прям там на рабочем месте. А сейчас можно сказать то, что, в принципе, режим работы вышел в рабочий режим. ну, давно, слава богу, что это так. Но невозможно существовать бесконечно в авральном режиме, нужно обязательно, естественно. Мы много выучили про вирус, мы много поняли, мы разработали, модели, там же нужно было разрабатывать инфекционные модели, отрабатывать все методы, тестирование, нагрузки вирусные. Там масса чего нужно было сделать. Сейчас это просто отработано, это можно на потоке там просто распределять обязанности и работать, в общем, рутинно, без геройства. А тогда, тогда это, конечно, было сплошной стресс и вызов. Денис Юрьевич, ну, вообще расскажите, почему вы в свое время пошли учиться работать в этой области? Как это сложилось? Вы знаете, я много раз слушал интервью разные, естественно, и слушал ответы на подобные вопросы. Я, если честно, не потому, что там есть престиж медицинской специальности или престиж на науке, мне кажется, у меня вообще не было в голове таких мыслей. В какой-то момент просто стало интересно, потому что там, учащись там в Курском мединституте на фармацевтическом факультете со специализацией биотехнологии, можно было пойти практически куда угодно. Просто в какой-то момент стало интересно именно вот эта область. И, в общем, так получилось, что увлекся, пошел в аспирантуру, занялся генной инженерией вирусов. Дальше все развернулось сначала в препараты противоопухолевые, векторат для терапии, генной терапии рака и генной терапии просто генетических всяких расстройств и заболеваний. Дальше стало понятно, что аденовирусные векторы это крайне перспективная платформа именно для вакцин. И как-то это такой долгий путь, ну, уже могу сказать долгий, больше 20 лет. Но тогда, когда 20 лет назад, если бы кто-то мне рассказал, что вот это важно для чего-то, нет, это было просто интересно, знаете, просто интересно было заниматься именно наукой, именно генной инженерией, вирусными векторами, больше ничего. В общем, никакого больше специального вызова интереса я не чувствовал. Ну, то есть, 20 лет назад не было таких вызовов, которые требовали? Да, 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 безусловно. Денис Юрьевич, а вот что можете сказать относительно вот молодежи, образования и так далее в науке? Вот как-то ситуация с коронавирусом подстегнула людей больше углубляться в ту сферу, в которой работаете вы? Безусловно. У нас уже сейчас, я, кстати, это не какая-то такая, знаете, ирония или сарказм. Сейчас, посмотрите, у нас все население совершенно четко понимает, что такое вирусы, что такое иммунитет, что такое защитный иммунитет, какие типы иммунитета бывают, там, БА и Т клеточные, пытаются не просто разбираться, а понимать и представлять себе, что такое суррогатные маркеры, которые, как бы, корреспондируют с защитой. То есть, на самом деле, ну, вы же видите, популяция очень сильно, ну, как прогресс популяции в плане вирусологии, там, и вообще вакцинологии, иммунологии, он невероятный. Поэтому это, конечно, коснулось не только молодых специалистов, это в целом, как бы, изменило вообще интерес мировой, интерес всеми, ну, как бы, всего населения Земли к проблематике, к эпидемии, ну, к проблематике, связанной с эпидемиями, там, с вакцинацией. Поэтому, конечно, приток специалистов понятно, потому что, в общем-то, центр на слуху, и молодые люди очень хотят тоже квалифицироваться, научиться разрабатывать не только вакцинные препараты, но мы и терапевтические препараты делаем, и химические, на основе моноклональных антител. Поэтому, конечно, много чего можем предложить специалистам молодым. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Спасибо. Спасибо.